здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала голос правды с вами олег бурылов и сегодня мы с вами поговорим о том что путин это не царь давайте для начала определимся с самим понятием кто же такой царь есть два определения 1 тип первое определение царь это самодержец единовластный государь правитель страны переносный смысл хозяин властелин но если в этом отношении брать то путин тогда действительно царь особенно вот второй смысл подходит хозяин властелин для халуев наверное царь да а кто такой халуй халуй это лакей прислужник садил старом старых словарях есть такое объяснение халуй вообще это устройство для снятия обуви старая деревянная двузубая вилка на подставке теперь отвечу кто для меня царь царь это помазанник божий священное лицо представитель бога на земле самодержец стоящий над всеми похож владимир путин на это определение соответствует он его параметрам я думаю нет а кто из кандидатов в президенты соответствует этому понятию для меня никто извините вот когда президента президентом украины становится бывший комик не вот действительно и смешно становится и грустно я думаю что комики не должны становиться президентами иначе вся страна будет напоминать цирк далее давненько уже смотрел новости и увидел что путин ездил когда на афон стоял в стахидии или стасидии там по-разному называют византийских императоров ну что такое вообще стахидия или стасидия это своего рода ложа для очень важных лиц то есть это патриархи епископы какие-то правители государств то есть раньше в этой стахидии стояли византийские императоры там есть небольшая откидывающаяся крышка и то есть если человек устал можно на ней немножко посидеть присесть на нее сделаю ссылочку в описании видео посмотрите вот путин в стахидии как стоит в самом начале видео посмотрите на его взгляд обратите внимание вот так знаете вот по моему мнению может выглядеть двоечник двоечник перед лицом учителя вот он не выучил домашнее задание вот так выглядит двоечник перед учителем а глава государства так не может выглядеть а давайте задумаемся почему у владимира путина такой взгляд когда он стоит в стахидии византийских императоров почему потому что он понимает что занял не свое место вот поэтому у него и такой взгляд испуганный там откровенно испуганный взгляд хочу прочитать вам свое стихотворение зимой влюбился в одну девушку в кого не буду говорить написал три стихотворения два из них посвятил ей поэтому вам не буду читать это ее личное стихотворение а вот третье стихотворение получилось политическое и она для всех поэтому хочу прочитать его стихотворение называется вова не царь мороз тишина вокруг никого желтый месяц мне светит в лицо стая ворон сидит на деревьях напоминание о наших властях черное небо яркие звезды блестят и искрятся серые льды я не оглядываясь по пустякам мыслю о том что достанется нам что ждет всех нас завтра верю закончится скоро афера наступит весна улетит воронье выглянет солнце и развеет воронье темные мысли кружат хрипло каркая я иду по жизни от них больно падая но дух мой твердеет меня не сломать не зря же на свет родила меня мать я не один нас миллионы рот не заткнут нам пропагандоны не в доме к халуям им не понять что царь нам отец а россия нам мать годы пройдут минуют века время расставит все на места помните братья не забудьте друзья когда с нами бог победить нас нельзя после прочтения данного стихотворения это мое написанное мной стихотворение я вспоминаю историю после своего знаменитого альпийского похода фельдмаршала суворова а может быть уже генералиссимуса к тому моменту или по моему как раз царь павел дал звание генералиссимус именно за альпийский поход то есть генералиссимуса суворова царь павел спросил я хочу выбить медаль для наших солдат и для австрийцев что лучше написать на медали и александр васильевич суворов выдал замечательную фразу ее стоит сказать вслух он посоветовал царю павлу выбить на русской медали с нами бог а на австрийской медали бог с вами о чем это говорит что с нами бог и победить нас нельзя австрийцам бог с вами потому что они в этом походе не особо помогали русским солдатам даже еще и мешали хочется еще прочитать два отрывка из романа александра дюма двадцать лет спустя первый отрывок юный король подошел к матери зачем исполнять то чего требуют эти люди сказал он так надо дитя мое сказала анна австрийская но ведь если мне говорят так надо я больше не король королева онемела ваше величество обратился к нему д'артаньян разрешите задать вам один вопрос людовик четырнадцатый обернулся удивленный что с ним осмелились заговорить королева сжала руку мальчика говорите сказал он случалось ли вашему величеству когда вы играли в парке фантебла или во дворе версальского дворца увидеть вдруг что небо покрылось тучами и услышать раскаты грома да конечно так вот эти раскаты грома как бы не хотелось еще поиграть вашему величеству говорили ваше величество надо идти домой конечно так но ведь мне говорили что гром это голос божий прислушайтесь же ваше величество к шуму народа и вы поймете что он очень похож на гром действительно в эту минуту ночной ветер донес к ним страшный шум вдруг все смолкло вот государь продолжал д'Артаниан сейчас народу сказали будто вы спите вы видите теперь что вы еще король королева с удивлением смотрела на этого странного человека который по своему поразительному мужеству был равен храбрейшим воинам а своей хитростью и умом превосходил всех дипломатов давайте сравним отрывок из этого замечательного романа французского писателя Александра Дюма с теми событиями которые происходят сегодня в стране вот сегодня 29 сентября 2019 года в Москве столице нашей страны проходят митинги митинги за то что политических заключенных все-таки освободили как вы считаете если бы Владимир Путин был царем всея Руси он бы оставался в своем дворце в Кремле или все-таки бы вышел к народу как вы считаете я думаю что настоящий царь безусловно бы вышел и говорил бы с народом этот отрывок еще раз доказывает нам что Путин не царь еще один отрывок Рауль умейте отличать короля от королевской власти когда вы не будете знать кому служить колеблясь между материальной видимостью и невидимым принципом выбирайте принцип в котором все Рауль мне кажется я вижу вашу жизнь в туманной дымке будущего она по-моему будет лучше нашей у нас был министр без короля у вас будет король у вас будет наоборот король без министра поэтому вы сможете служить королю почитать и любить его но если этот король станет тираном потому что могущество доводит иногда до головокружения и толкает к тирании то служите принципу почитайте и любите принцип то есть то что непоколебимо на земле я буду верить в бога сударь я буду уважать королевскую власть я буду служить королю если уж умирать я постараюсь умереть за них так ли я понял вас атос улыбнулся вы благородный человек сказал он вот ваша шпага держите знаете читая вот этот отрывок из романа двадцать лет спустя то есть это диалог между славным атосом и его сыном раулем виконтом доброжилоном я начинаю понимать что владимир путин совсем не царь и даже не король это кардинал мазарини двадцатого века во франции был один кардинал у нас теперь второй это не король и не царь всем спасибо за внимание пишите комментарии размышляйте на эту тему можете соглашаться со мной можете не соглашаться это ваше личное дело я никого ни к чему не призываю единственное что бы мне хотелось чтобы мои зрители немного задумывались каждый день хотя бы по чуть-чуть до свидания с вами был канал голос правды